В солнечном городке Уэйвилль, где океан встречается с золотым берегом, жила молодая чайка по имени Сэнди, которая мечтала покорить сверкающие волны. С сердцем, полным смелости, она решила воплотить свою мечту в реальность. Сэнди обратилась за советом к мудрой старой черепахе Шелби, известной тем, что каталась на самых больших морских волнах. Шелби поделилась секретами равновесия и радостью танца с волнами. Вдохновленная, Сэнди смастерила из куска коряги крошечную доску для серфинга и отправилась покорять волны. Ее первые попытки были неуверенными и наполненными смехом, но Сэнди не сдавалась. День за днем она гребли, смотрела на волны и пыталась поймать идеальную попутку. Дельфины и ракушки подбадривали ее, создавая хор ободрения, который эхом разносился по берегу. Одним солнечным утром, когда волны изящно нарастали, Сэнди гребла в самое сердце прибоя. С решимостью в глазах она поймала волну и оседлала ее с грацией парящей чайки. Пляж разразился аплодисментами, когда Сэнди пробиралась сквозь сверкающие волны. С этого дня Уэйвилл стал пристанищем для чаек, занимающихся серфингом. Бесстрашный дух Сэнди вдохновил новое поколение следовать за своей мечтой, доказав, что при настойчивости и небольшой помощи друзей даже чайка может стать сенсацией серфинга. Итак, в залитых солнцем волнах Уэйвилля история о серфинге Сэнди стала историей о смелости, настойчивости и радости катания на волнах дружбы. Конец. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды Али, обычный мальчик, живущий в маленьком городке, однажды во время мощного метеоритного дождя, находит волшебный камень. Этот камень наделяет его невероятными способностями, и Али становится супергероем, получив имя «Летающая молния». Новые способности Али не ограничиваются его способностью летать. У него также сильный интеллект и честное сердце. «Летающая молния», защищающая горожан от зла, сталкивается с появлением загадочного злодея. Этот злодей пытается захватить город, но «Летящая молния» сопротивляется своей смелостью и скоростью. После тяжелой борьбы Учан Елдырым завоевал всеобщее восхищение как герой города. Однако его самая большая сила — это доброта и отзывчивость в его сердце. «Летающая молния» подает пример всем и показывает, что настоящий героизм приходит не только с физической силой, но и с внутренней красотой. А «Летающая молния» продолжает летать над городом, всегда готовая и всегда готовая помочь, как супергерой маленького городка. Жил-был маленький городок, сияющий под снегом. Ежегодно жители города украшали улицы огнями и украшали площадь большой рождественской елкой. Но в этом году любимая семья горожан переживала непростые времена. Отец семейства потерял работу, и даже температура в их доме была не такой приветливой, как раньше. Лили, Том и маленький Бенни, как и другие дети в городе, были в восторге от подарков, которые принесет Санта-Клаус. Но на этот раз их семья столкнулась с финансовыми трудностями. Какую бы любящую атмосферу не создавали мать и отец для своих детей, внутри них царила тревога. Однажды, гуляя по заснеженной городской площади, дети нашли старинную книгу. Книга называлась «История любящего эльфа». Эльф когда-то жил в другом городе и узнал, насколько ценна любовь, благотворительность и солидарность. Вдохновленные этой историей, дети осознали важность помощи своим семьям и поддержки друг друга. Когда наступило Рождество, члены семьи собрались вместе, они сидели на расстеленном под ними старом одеяле и дарили друг другу маленькие душевные подарки. Лилия – открытка ручной работы, Том – особое фото из семейного альбома. Бенни уделил остальных картин, которые он нарисовал. Эти маленькие подарки были неосезаемы, но все же ценны. Семья подкрепляла любовь друг к другу ценностью подарков. В этот особенный рождественский день, который они провели вместе, любовь и солидарность вышли за рамки финансовых трудностей. Жители города увидели такое примерное поведение семьи и решили больше поддерживать друг друга. С этого дня город сверкал не только огнями и украшениями, но и добрососедскими узами и любовью. Все стали более понимающими и отзывчивыми друг к другу. Это была незабываемая рождественская сказка, которую маленький город узнал благодаря любящей семье. Когда-то в тихой и мирной деревне жила любящая семья. Имя этой семьи было семья Браун. В семье было двое родителей – Джон и Сара, и их маленькая дочь Эмили. Джон был старым, но могучим плотником, и все в деревне восхищались его мастерством. Сара же была домохозяйкой с любящим сердцем и радовала всех вкусным печеньем, которое она приготовила. Однажды в деревню пришел незнакомец. У этого незнакомца была аура, которая отличала деревню от других. Его звали Самуэль. Семья Браун пригласила Сэмюэля в свой дом и оказала ему теплый прием. Сэмюэл сказал, что он – искатель приключений и путешественник, который любит изучать разные культуры. Со временем Сэмюэл стал частью семьи Браун. За время, проведенное с Сэмюэлем, семья стала еще ближе. Они вместе ходили на пикники, гуляли по лесу и оставили вместе много воспоминаний. Сэмюэл добавил красок в жизнь семьи, а Джон и Сара, вдохновленные приключениями Сэмюэля, стали жить более полноценной жизнью. Но однажды в их деревню пришла неожиданная катастрофа. Сильный шторм разрушил их деревню. Их дома были повреждены, столярная мастерская разрушена, жители села оказались в тяжелом положении. Семья Браун обнимала друг друга еще сильнее в это трудное время. Используя свои столярные навыки, Джон начал ремонтировать дома в деревне. Сара поддерживала своих соседей, готовя и подбадривая их. Эмили, с другой стороны, поддерживала свои надежды, играя в игры с другими детьми в деревне. Самуэль бросился на помощь жителям деревни. Его авантюрный дух поднял боевой дух жителей деревни. Работая вместе, они начали разрабатывать план по восстановлению былой славы деревни. Самуэль помогал Джону плотничать, и вместе с Сарой они солидарны с женщинами деревни. Со временем семья Браун и жители деревни во главе с Сэмюэлем восстанавливают свою деревню, поддерживая друг друга. Катастрофа сделала их сильнее и сильнее, связала друг друга. Используя свои умения и любовь, каждый член семьи вернул своей деревне, былую жизнеспособность. Итак, объединение семьи Браун и Сэмюэля изменило не только их собственную жизнь, но и всю их деревню. Это была незабываемая история о силе любви, солидарности и совместной работе. Давным-давно глубоко в разноцветном лесу жили маленький кролик-гладкоухий и маленький медвежонок-милые лапки. Эти два милых друга каждый день играли в лесу, смеялись друг над другом и оставляли приключенческие воспоминания. Однажды в разноцветный лес поселился новый житель. Это была группа Flying Owl Melody Wings. Melody Wings была совой, которая могла воспроизводить самую красивую мелодию в лесу. Однако, поскольку он только что прибыл, он чувствовал себя немного одиноким. Гладкие уши и милые лапки решили поприветствовать Melody Wings. Они водили его в разные уголки леса, заставляли играть в любимые игры и вместе создавали красивые мелодичные звуки. Melody Kanatlar очень быстро осознала ценность времени, проведенного с этими двумя. Однажды глубоко в лесу они обнаружили таинственную пещеру. Внутри пещеры сияли разноцветные кристаллы. Друзья начали представлять, какие приключения их могут ожидать в этой наполненной кристаллами пещере. Однако, внутри пещеры была загадка. В пещере хранилось заклинание, способное исполнить сокровенные желания его друзей. Когда на каждом кристалле оставляли желание, оно исполнялось. Когда друзья обнаружили эту волшебную пещеру, они с волнением переглянулись и решили загадать желание. Пусть наши дни всегда будут наполнены прекрасными мелодичными звуками, написали гладкие уши на камне желаний. Милые лапки загадали желание. Давайте отправимся в бесконечные приключения с нашими друзьями. Melody Kanatlar оставила пожелание. Давайте никогда не будем чувствовать себя одинокими. Давайте все будем счастливы вместе. И вуаля, желания этих трех прекрасных друзей сбылись. Разноцветный лес каждый день был наполнен прекрасными мелодиями. Друзья поддерживали друг друга в бесконечных приключениях, и никто не чувствовал себя одиноким. Итак, кролик гладкие уши, медвежонок милые лапки и мелодичные крылья летучей совы стали лучшими друзьями разноцветного леса. Их дружба окрепла благодаря волшебству таинственной пещеры и показала, как весело вместе исследовать красочный лес. И наша сказка здесь заканчивается. Дружба разноцветного леса, глотких ушей кролика, милых лапок, медвежонка и мелодичных крыльев летающей совы гарантировала, что разноцветный лес всегда был полон радости и любви. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. Однажды в маленьком городке жили милый кот и веселый мальчик. Котенка звали Принц, а ребенка — Элиф. Принц каждый день рассказывал истории Элиф и был ее лучшим другом. Однажды в их город приходит известие о загадочном путешествии. Им обоим любопытно, и они решают отправиться в авантюрное приключение. По пути они обнаруживают волшебные леса, красочные цветочные поля и летающих птиц. Однако, преодолевая вместе трудности, с которыми они сталкиваются, они еще больше укрепляют свою дружбу. Наконец, вернувшись в свой город, Принц и Элиф не только пережили чудесное приключение, но и узнали цену настоящей дружбы. И в конце этой сказки все продолжают жить счастливо. В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что, какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то здесь был волшебный сад, полный книг. В этом саду были самые разные книги, романы, полные приключений, энциклопедии, полные знаний, сказки, стимулирующие воображение и многие другие виды книг. Сад книг располагался посреди страны под сенью огромного дерева, украшенного цветами радуги. Вокруг сада были золотые двери, и каждая из этих дверей открывалась для отдельной темы, истории или информации. Смотритель сада был своего рода книжным карликом. Его звали Китапчи Камил. Камил часто проверял прочитанные страницы в очках и следил за порядком книг. Но однажды появился злой волшебник и погрузил сад книг во тьму. Книги выцвели, страницы пожелтели, и сад начал засыхать. Книготорговец Камиль решил поискать героя, который сможет сломить влияние колдуна. Этому герою предстоит войти в волшебный мир книг, оживить книги и вернуть книжному саду былую славу. Однажды Элиф, юная читательница, решила взяться за это задание. Элиф отправилась в путешествие к мирам, скрывающимся за золотыми дверями. Когда он открыл первую дверь, мир, с которым он столкнулся, был сказочным. В этом мире, полном драконов, принцев и принцесс, волшебных лесов и загадочных замков, Элиф нашла волшебный ключ, подружившись со сказочными героями. Вторая дверь была воротами в мир науки и открытий. Элиф открывала загадочные микроорганизмы под микроскопом, путешествовала по далеким галактикам и погружалась вглубь исторических событий. Таким образом, он получил карту, полную информации. Третьи ворота предлагали приключенческое путешествие. У Элиф было много захватывающих приключений, таких как путешествие на необитаемые острова с исследователями, восхождение на горы и дайвинг в глубоких океанах. Элиф вернулась в книжный сад с накопленными знаниями и опытом. Он использовал волшебный ключ, чтобы разрушить злые чары, вернув саду прежнюю жизнеспособность. Книги снова стали красочными, их страницы ожили, и сад снова стал свежим. Книгаторговец Камиль объявил Элиф героем и сделал ее хранительницей книжного сада. Теперь каждый мог извлечь пользу из этого волшебного сада, путешествовать по мирам, полным книг и теряться на страницах, полных знаний, приключений и сказок. И поэтому волшебство книжного сада всегда продолжалось. Каждый читатель пережил свое уникальное путешествие, открывающее новые двери в этот волшебный мир. Книги всегда были дверями, и эти двери вели любопытных читателей в уникальные приключения. На одной из тихих улиц небольшого городка жил любопытный мальчик. Его звали Али, но горожане называли его «мальчик-детектив». Однажды в их городке начали происходить загадочные события – потерянные вещи, странные следы и странные звуки. Али решил продолжить эти загадочные события. Взяв с собой свой маленький блокнот и большое любопытство, он отправился разгадывать тайны города. Сначала он начал свои исследования с потерявшейся кошки. Подсказки в саду его дома привели его к двери старого дома на окраине города. Детектив Бой собрался с духом и постучал в дверь. Когда дверь медленно открылась, перед ним появился старик. Мужчина, должно быть, почувствовал, что Али пришел разгадать тайны города, потому что он засмеялся и пригласил его войти. В этот момент началось настоящее приключение детектива Боя. Старик рассказал Али старые истории и забытые тайны глубоко в городе. С помощью этой информации детектив Бой попытался пролить свет на правду о потерянных вещах и странных следах. Со временем знания и смелость Али росли по мере разгадки тайн прошлого города. Однако однажды в их городе появилась реальная опасность. Проклятие, порожденное древней историей города, начало распространяться на всех. Али предпринял великую борьбу за освобождение города. Он пытался изменить судьбу города, исследуя старые книги, наполненные загадочными символами. Наконец, детективу Бою удалось снять древнее проклятие города. Горожане смотрели на него с благодарностью, и Али уже был известен не как детектив Бой, а как герой города. С этого дня Али служил своему городу и продолжал свои приключения, готовый разгадать еще множество загадок. В глубоком синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. В глубоком Синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что, какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. В глубоком Синем океане обитала любопытная медуза по имени Джема. В отличие от своих полупрозрачных друзей, у Джемы были яркие цвета, которые менялись в зависимости от ее эмоций. Однажды она обнаружила скрытую бухту, где застенчивый морской конек по имени Сэм чувствовал себя одиноким. Решив найти нового друга, Джема пригласила Сэма исследовать чудеса моря. Они танцевали с покачивающимися водорослями, играли в догонялки с игревыми дельфинами и даже делились историями с мудрой старой черепахой Тайдл. Когда их дружба расцвела, Джема и Сэм решили организовать подводное шоу талантов. К ним присоединились морские существа со всей округи, поющие морские звезды, акробатические крабы и даже танцующий чечетку кальмар. Океан разразился смехом и аплодисментами. Шоу талантов стало ежегодным, принося радость всему подводному сообществу. Дружба Джемы и Сэма показала всем, что, какими бы разными вы ни были, всегда есть чем поделиться. Итак, в самом сердце океана история Джемы и Сэма стала историей дружбы, принятия и волшебных моментов, которые случаются, когда морские существа собираются вместе, чтобы прославить свои уникальные таланты. Конец. Когда-то у подножья горного хребта, в маленьком северном городке, располагалась колоритная школа. Эта школа была переполнена маленькой ученицей Элиф, живой красной книгой и мудрой учительницей Леди Внимательной. Каждый день ученики сидели за партами, открывали учебники и участвовали в веселых уроках. Однажды к городу присоединился новый студент. Его звали «Маленький художник ветра». Маленький художник всегда привлекал внимание своей яркой одеждой и материалами для рисования в сумке. Однако маленькому художнику было трудно приспособиться к новой обстановке. Маленькая студентка Элиф и живая книга Ред тепло встретили маленького художника. Гэжа Майнд Долусу также предложила проект, который позволит классу собраться вместе и лучше узнать друг друга. Каждому студенту было поручено задать друг другу несколько вопросов, чтобы узнать об интересах и способностях друг друга. Маленькая ученица Элиф спросила у маленького художника, какие цвета ярких цветов ему нравятся. Лайфбук Ред хотел поделиться своим любимым сказочным персонажем. Младший художник Винд Пейнтер рассказал другим ученикам, как сильно он любит рисовать. Однажды в школе проводился большой конкурс рисунков. Студентам было предложено нарисовать свой мир мечты. Маленькая студентка Элиф мечтала о красочном цветнике. Живой китап Кэрмызы спроектировал лес, в котором танцуют сказочные персонажи. Маленький художник Ветро нарисовал картину красочного неба и счастливых детей. Когда конкурс завершился, каждый студент гордился своей уникальной картиной. Гэжа Минд Долусу посоветовала своим ученикам, что у каждого из них разные таланты и мечты, и что им важно учиться друг у друга. За время, проведенное вместе, маленькая студентка Элиф, живая книга «Красная» и художник Ветро, маленький художник обнаружили, что школа — это больше, чем просто место обучения, дружба. Понимание друг друга и обогащение, благодаря различиям, превратили эту маленькую школу в настоящее учебное приключение. И именно так колоритная школа в Литтл-Нордтауне научила тому, что каждый ученик особенный, и как важно для них понимать друг друга и учиться вместе. Маленькая студентка Элиф, живая книжка «Красная» Элиф, живая книжка «Красная»